всем привет мы начинаем наш прямой эфир доброе утро привет привет с вами сегодня наташа мы будем говорить на тему питания беременной и кормящей мамы и сейчас я приглашу нашего эксперта к нам присоединиться а пока я занимаюсь техническими моментами и вы все подтягиваетесь потихонечку расскажите мне что у вас было сегодня на завтрак с нами сегодня очень интересный эксперт и действительный эксперт в своем деле айгуль чалова здравствуйте айгуль доброе утро доброе утро сейчас потихонечку все подтягиваются я как раз задала вопрос в связи с темой нашего эфира кто что сегодня на завтрак употреблял очень интересно вот лично у меня была овсяная каша и кофе вот кофе было зря я думаю был зря на самом деле как нутрициолог не могу сказать что что-то было зря или не зря просто в определенные моменты кому-то что-то подходит кому-то нет а важно выбирать время когда вы пьете кофе в каком состоянии ваш организм поэтому уже сразу так не стоит себя корить что вы выпили кофе вполне возможно что оно вам собственно говоря не помешает и изредка его можно употреблять а вот ну хорошо я спокойно да более или менее да часть моей работы успокаивать я прикрепила тему эфира питание мамы а еще раз кто вот только что к нам присоединился хочу представить нашего прекрасного эксперта айгуль чалова нутрициолог увлекающийся кулинар автор даже книги если я не ошибаюсь да и про я насколько понимаю рецепты после родов да которые помогают в этой книге описаны вами на и совладелец очень крутого сервиса накормим маму спасибо такую высокую оценку я могу кратко рассказать о себе о нашем проекте чтобы немножко познакомиться давайте можем уже дальше двинуться а в нашу тему в эту очень интересную тема на самом деле разнообразную обширную которые каждый день много нового появляется интересного и будем все это пытаться все вместить наш эфир и так я автор рецептов восстанавливающего питания после родов по моим рецептам готовят все практически блюда из-за нашего как вы сказали крутого проекта на корню маму в чем вообще суть нашего проекта изначально задача была восстанавливать мам после родов как вообще возникла эта идея моя подруга после родовой долл а поняла что в нашем современном мире когда полки магазинах ломятся от всевозможной еды когда мы живем в огромных городах где у нас есть доступ абсолютно ко всем продуктам мамы после родов банально голодают но это с двумя моментами связано первое они оказываются в некой изоляции потому что все работают бабушки сейчас все молодые заняты у всех путешествия фитнес там работа и прочее и мама остается одна при этом у общества есть понимание что собственно говоря мама никак не страдает потому что вся ее бытовая часть она собственно говоря прикрыта посудомойками стиральными машинами подгузниками и прочим и вот мама остается одна с ребенком особенно если это первый ребенок она не знает в принципе что с ним делать потому что опыта многодетных семей уже не было у нашего поколения до более помладше и собственно очень много переживаний я очень там я даже по себе помню постоянно ходишь проверяешь дышит ребенок или нет и собственно говоря весь фокус смещается на ребенка и про себя мама просто банально забывает и плюс благодаря вот этой вот гормональной перестройки у мамы когда окситоцин зашкаливает первые дни после родов действительно у нас очень много энергии мы радуемся жизни и про еду мы просто можем не помнить а потом постепенно скатываемся к тому что мы едим печеньки мария которая как я выяснила недавно советует даже в женских консультациях как перекус да мне кто-то сказал воочию не видела но на самом деле это так вот и о питании как исцеляющим факторе как восстанавливающим факторе после родов вообще речи нету и собственно говоря мы создали такую доставку мы постарались учесть практически все до мелочей что может быть важно маме в этот определенный период то есть у нас есть курьеры которые доставляют виду практически бесшумно 15 минут они могут стоять под дверью мама может спокойно докормить малыша убедиться что он уснул или самой там до мыться в душе такое да произошло и курьер пришел именно то есть такие возможности у нас есть ну и собственно говоря вся еда конечно же она разработана с учетом потребностей молодой мамы и она основана на таком симбиозе нескольких практик это аюрведа традиционная китайская медицина но они очень сильно пересекаются а и современная нутрициология фактически мы сняли сливки со всего да и создали вот такой вот проект вот ну и соответственно да у меня есть книга потому что это топ вопросов поделитесь рецептом поделитесь рецептом да и и точно так же продолжают писать нашему администратору дайте рецепт этого блюда дайте рецепт того блюда а вот и так вот собственно говоря благодаря нашим клиентам пришла идея написать эту книгу вот это сейчас на подходе книга по десертам но пишет она очень тяжело потому что загрузка конечно сумасшедшая много учебы много работы но так это собственно говоря вкратце проект спасибо и вы что рассказали про этот очень важный проект и я думаю что многим эта информация очень пригодится но по крайней мере мне она точно пригодится и я планирую воспользоваться вашим сервисом вот уже ближайшим месяцем а ну а возвращаясь к нашей теме хочется сразу спросить вот такой вопрос острый вообще питание беременной женщины а она и и даже мамы да которые например кормят грудью малыша но влияет на здоровье ребенка или нет потому что знаете мнение расходится вот есть такие две полярные точки зрения да кто то говорит что в общем то питание никак не сказывается на здоровье малыша да и мама может позволить себе есть все что угодно лишь бы она была от этого счастлива рада и так далее но есть сейчас современные специалисты которые говорят если мама питается плохо если мама в дефицитах то это отражается и на здоровье ребенка тоже потому что он будет в дефицитах вот она ваш взгляд где правда но про я вообще не люблю быть сторонником ярым каких-то определенных теорий тут и тут и там везде есть некая доля правды потому что а вы знаете вот я очень часто нахожусь такой ситуации когда конечно круто прийти и сказать так давайте мы все питаемся органическими продуктами так мы все убираем стаса все убираем глютен нерафинированные ой рафинированные продукты и начинаем вот так вот классно питаться все мы будем здоровы но я прекрасно отдаю себе отчет даже вот нас с вами наверняка слушают люди из многих городов некоторым людям вообще какие-то продукты могут быть даже недоступны а поэтому собственно говоря выбираем некую середину делаем максимум из того что у нас есть что правда на здоровье ребенка никак не скажется питание мамы правда в том что действительно ребенок возьмет от организма мамы свой максимум у каждого этот максимум конечно же будет свой да он будет зависеть от состояния мамы как ни крути то есть мы опять будем вот в этом ну невозможно взять из колодца воду да если там ее просто-напросто нет конечно там как-то будет строиться организм что-то будет происходить естественно да ребенок родится ну хотя при больших дефицитах мы будем говорить откровенно самого зачатия просто не произойдет да если уже так вот совсем предысторию пойти да вот если же зачатие произошло беременность протекает более менее нормально конечно более-менее а все у нас сохранится но важный момент о котором мы часто не задумываемся и никогда мы не видим вот этой связи с питанием из этого колодца из организма мамы ребенок будет брать все что только возможно да он следующее поколение уже он да будет более важным для эволюции организм мамы окажется истощенным и мы не можем даже предположить а каким образом это истощение скажется на ней да это может быть банальная ну кавычков до послеходовая депрессия когда у вас нету сил возможности просто адекватно воспитывать своего ребенка да когда вам просто вообще ни до чего нету дела вы не можете радоваться этой жизни или вы воспитываете ребенка но каждый день вам в тягость каждое занятие с ребенком вам в тягость ну как вот эту параллель построить да между дефицитами мамы которые она получила за счет того что организм обеднялся практически никак а дальше копнем еще глубже в либидо женская либидо которая спит пару лет конечно это очень важная составляющая часть женского организма да и конечно же и не только женского организма но и в принципе взаимоотношений до близости какой-то между супругами а скажется эти дефициты наверняка сделаем эту параллель скорее всего нет и соответственно что мы получим в результате да мы опять получаем все равно дополнительный стресс а организм женский все равно будет страдать гормональная система будет страдать даже если вы с слабому либидо то есть вот такие моменты всегда надо учитывать понимать что мы одно целое и все влияет на все сферы нашей жизни поэтому всегда берем от жизни максимум в том числе из питания если возможно питаться круто питаемся если невозможно то из того что возможно берем уже лучше ну вот как раз вытекается из вашего ответа следующий вопрос а вот как вы считаете например стоит обогащать питание женщины дополнительно вот мультивитамины сейчас многие врачи прописывают или какими-то бадами например если но у женщины в доступе нет вот этих крутых магазинов где большой выбор органической продукции суперфудов и так далее и вот стоит в аптеку пойти купить мультивитамины так на всякий случай их принимать на самом деле такой очень опасный путь пойти в аптеку и купить что-нибудь чтобы сделать где-нибудь лучше да то есть женщина должна понимать свои дефициты должна их прекрасно оценивать и знать какие именно бады и какой именно последовательности лучше всего принимать да потому что возьмем сейчас такую ту же самую проблему например железодефицита или анемия даже вот возьмем анемии мы все говорим анемия да мы видим свои показатели гемоглобина но опять-таки во-первых важно понять какая причина этой анемии с чем она связана войти просто так купить себе препараты железо можно настолько усугубить ситуацию в своем организме что мама не горюй просто да поэтому соответственно мы смотрим нам важна причина дальше мы должны смотреть какие еще дефициты есть в нашем организме потому что даже например при пониженной кислотности нашего желудка этот железо просто не будет усваиваться дальше как у нас работает кишечный тракт а если у нас та же самая пресловутая молочница просто она кандида будет прекрасно питаться вашим железом вы не будете получать но при этом недоставки от приема этого бада ваш организм получит то есть тут очень много таких вот моментов поэтому все таки я очень рекомендую к любым бадам любым витаминам относиться с некой осторожностью и если вы понимаете что вы в дефиците вы чувствуете это то лучше искать специалиста с которым можно себе проработать вот эту схему и эффективнее быстрее выйти из этого состояния но вообще в принципе если мама скажем не в острых дефицитов да а более-менее здоровье у нее в порядке и есть возможность правильно питаться то питание это как бы залог ее здоровье и здоровье ребенка конечно конечно да конечно то есть она просто смотрите тут тоже такой такой момент очень много мы наши какие-то состояния не оцениваем как некий симптом а вот что вообще важно и что я рекомендую делать людям которые как не обращаются и очень часто на консультацию можно попасть там через месяц например а помощь нам идет тот же самый дневник а наблюдение за собой могу кратко рассказать он принципе может помочь до выстраивать вот такие вот симптомы которые в итоге соберутся в мелкую картину когда можно будет уже понимать куда же нам копать и гораздо эффективнее пройдет работа и то есть и причем это тоже такая классная штука это в принципе я это называю осознанностью да очень много мы сейчас говорим об осознанности о внимательном отношении к себе и вот эта практика она в общем то может в этом помочь несколько раз в день можно в какие-то ключевые моменты например после сна классно такую штуку делать после завтрака а в обед как уже ощущаете легкого чувство голода после обеда а сканировать свой организм или после физической нагрузки то будет хорошо прям вот вы идете сверху дольницу и пытаетесь понять где у меня хорошо где плохо что я чувствую какие эмоции я испытываю это тоже важно если утром вы просыпаетесь у вас постоянное чувство тревоги или какая-то раздражительность это уже может быть симптомом да и не обязательно а это наши близкие мама свекровь или старшие дети вас приводит такое состояние до поставили себе галочку дальше вы понимаете что в течение двух-трех часов после день и вы абсолютно не хотите есть или наоборот вы просыпаетесь с острым чувством голода быстрее бежите на кухню и тоже пытаетесь быстрее быстрее что-то запихать в себя до лишь бы от этого чувства голода избежать следующий важный момент это наше пищеварение легкие вздутие метеоризм вроде бы нормально все люди пукают дети пукают это нормально но если у вас это происходит слишком часто вы страдаете от этого поставьте себе галочку урчит живот окей один раз в месяц но хорошо будем считать что это не симптом но если вы понимаете что это урчание происходит с вами постоянно поставьте галочку запишите себе это в симптомы если вы страдаете от изжоги не надо все списывать только на беременность ну поищите тоже варианты поставьте галочку как вы засыпаете как вы спите сколько раз вы встаете то есть очень много таких симптомов которые сложно отследить пока прицельно за этим не наблюдаешь вот я надеюсь не запугивай никого но это просто очень здорово вовремя отследить вот эти моменты не списывать все на характер или там еще какие-то казалось бы неважные моменты а прямо следить за своим здоровьем до анализировать периодически что с тобой происходит это очень правильная тенденция и современные в общем-то женщины мне кажется к ней уже идут вот вопрос про интуитивное питание у меня сейчас возник вообще женщина может себе позволить не заморачиваться не анализировать не оценивать а питаться интуитивно потому что так подсказывает вот ей ее природа вот хочется ей мясо ест мясо не хочется мясо хочется булок ест булки вот это можно себе позволить или нет ну смотрите здесь тоже я бы рекомендовала опять же завести такой некий дневничок если вы пытаетесь прийти на интуитивное питание вообще это супер классная штука и классно было бы если бы мы все имели бы возможность интуитивно питаться но заведите дневник в течение недели двух или там трех просто понаблюдайте что вы едите если вы вдруг увидите там некую тенденцию например количество булочек пирожных сладких фруктов сильно превышает другую еду это уже повод задуматься все ли нормально в моем организме да особенно особенно если это как касается ну так называемой вредной еды а то есть вполне возможно что все таки ваша интуиция вас подводит не надо ждать момента когда вы наедитесь и собственно говоря вам больше сладкого не захочется уверяю вас наша гормональная система эволюционно работает таким образом чтобы булок нам хотелось всегда и постоянно эволюционно так задумано чтобы люди умели накапливать жир просто фишка в том что в древние времена да когда человек жил в пещере для него накапливать жир было жизненно важным и необходимым именно поэтому получая сахар из тех же самых фруктов он накапливал себе жир на зиму и это происходило только в весенний летний и ранний осенний период а когда созревали крупные овощи ну и причем они не были такие сладкие как которые мы имеем сейчас и конечно же наш организм просто не вышел бы не имея вот этой жировой прослойки голодные холодные зимние времена сейчас наш организм не перестроился на другую работу когда мы практически в любой момент времени можем выйти на улицу зайти в кафе зайти в любой и практически супермаркет и купить уже готовую еду и продолжать себе накапливать этот самый жир до наш организм умеет это делать но как остановиться он еще пока не научился даже не представляю когда он этому научиться я могу сказать что я вот являюсь таким примером отрицательным что этот еще психологический момент достаточно важный я в обе беременности ну позволяла себе очень много сладкого и оправдывала себя тем что ну я же беременная но мне ж надо радовать себя мне же можно ну когда если не сейчас а то потом родится ребеночек значит диета ограничения и я долопала извините сладкого до такого что оказалась в дефиците потому что у меня анемия тогда соответственно железо не усваивается и и так далее и так далее вот но есть девчонки которые например токсикоза страдают беременность и вот я знаю случай когда девочка говорит я ничего не могу есть кроме чипсов я всю весь первый триместр могла есть только чем за потому что от всего остального меня тошнила вот то есть это больше психосоматика какая-то или это все-таки действительно ну нормальное течение и организма но я бы не стала скорее относить токсикоз особенно сильный токсикоз о котором вы сейчас рассказываете а к нормальному состоянию организма потому что но опять же я вот очень люблю всегда вспоминать как жили наши бабушки и очень круто возвращаться в эти пещерные времена а женщина с таким сильным токсикозом она просто не могла бы выносить этого ребенка то есть ну продолжение этого рода не прошло поэтому здесь уже такой важный момент мы с вами затрагиваем когда их беременности тоже надо готовить очень важно прийти к берем беременность вот с отсутствием вот этих вот дефицитов потому что то что вы рассказываете это уже такая картина ну достаточно сложная да она все таки требует какой-то помощи потому что опять же возвращаясь к началу нашего разговора только чипсами на протяжении там двух трех месяцев ну какое состояние придет организма мама опять же да при условиях что плод будет развиваться нормально то есть ну всегда надо думать или понимать что есть некий ориентир нормы конечно есть там плюс-минус отклонения всегда бывают но какой-то нормы хорошо бы все-таки придерживаться но вот какие основные правила вы бы выделили в рационе беременной кормящей мамы ну во первых самое первое очень важное правило это это разнообразная еда тут очень часто особенно это касается конечно мам после ротов которые кормят грудью еще очень такая активно как пропаганда до сих пор идет о том что питание мамы очень сильно влияет на самочувствие ребенка первым то есть это колики это высыпание всевозможные какие-то там аллергические реакции прочее а что здесь важно сказать что на самом деле ну в той же самой традиционной китайской медицине считается что восстановленная женщина как раз таки предотвращает развитие всех вот этих вот неприятных моментов а мы что имеем современная женщина исключает из своего питания аллергены а если это вегетарианское питание то мы исключаем бобовые мы исключаем орехи так как сильные такие вещества которые такие музыкальные да собственно говоря и их здоровых людей до таком состоянии тоже могут быть некоторые моменты соответственно женщина получает где-то белка где-то жиров не дополняет получают да ведь такая самая модная распространенная диета для кормящих мам это гречка постная куриная грудка и припущенный кабачок вот собственно говоря если белок мы еще каким-то образом добудем из этой руки то где все остальное где жиры из которых будет строиться наши гормональные будет восстанавливаться наша гормональная система но их просто нет и собственно говоря мы идем опять к началу нашей беседы истощение мамы и прочее вот поэтому основное это мы следим за тем чтобы у нас было достаточно белка мы следим за тем чтобы у нас было достаточно жиров обращаем внимание лучше чтобы это были насыщенные жиры это может быть топленое масло сливочное масло это может быть жир перетопленных внутренних животных это могут быть некоторые растительные масла например оливковое масло кокосовое масло вот не рекомендую увлекаться растительными маслами они достаточно быстро окисляются и отсветить этот момент достаточно сложно и плюс там не очень часто бывает хорошее соотношение омега-3 омега-6 такой сильный перекос тоже у нас в современном мире идет поэтому больше в сторону насыщенных жиров смотрим ну и дальше овощи как можно больше овощей клетчатка нам обязательно нужно крупы если нормально переносите тоже должны каком-то варианте такой вот нормально разнообразное питание так бы я сказал нет значение как часто ты питаешься какие промежутки у тебя в день между приемами пищи а это тоже всегда очень индивидуально а если у нас женщина с токсикозом странно ей говорить ешь два раза в день как современные диетологи да или если мама после родов ей нужно постоянно выполнить исполнять свой запас нее огромные ресурсы затрачиваются на выработку молока странно и предлагать двух-трех разовое питание а вот конечно некой системы здорово было бы придерживаться да например мы питаемся четыре раза в день или пусть даже это будет пять раз в день но мы знаем что мы встаем и обязательно завтракаем желательно завтракать в течение ну хотя бы первого часа просто ставить перед собой такую задачу иногда невыполнимую но тем не менее пусть она стоит а мы знаем что у нас будет обед и ужин и между двумя этими приемами пищи можно какой-то небольшой перекус делать перекус это тоже очень важно надо стараться чтобы это тоже была все-таки полноценная еда не перекус мы пробежали мимо схватили печеньку или какой-то сладкий кокурт или конфетку с чаем а это должен быть там я не знаю тот же самый хороший бутерброд например с салом насыщенный жир не знаю что-то там овощи какие-то поэтому вот так вот айкуль а важно ли следить за количеством выпиваемой жидкости и беременной кормящей маме это интуитивно тоже должно присутствовать не придерживаюсь мнения что все мы должны выпивать 30 миллиграмм жидкости на один килограмм веса мы все очень разные это во первых а во вторых у нас состояние организма некоторых наших внутренних органов совершенно разное и состояние здоровья в каждой определенной очень разное зачем стоит следить это за цветом мочи то есть мы здесь можем выделить три таких градации да первое это темная моча вы понимаете что ну все мы примерно знаем как должна выглядеть да это такой даже начнем с нормы это такой вот лимонад так скажем да такой светло-желтый цвет любое отклонение от этой нормы будет вам давать знак о том что что-то у вас с жидкостью не то если мы идем в сторону более темных оттенков значит жидкости вы не добираете а вот если же мы идем в сторону светлых оттенков то есть почти прозрачная моча тоже собственно говоря ничего хорошего значит воды вы пьете больше чем нужно да ну и соответственно если вы видите вдруг то или иное состояние которое вас не устраивает вы пытаетесь с помощью воды а это брать но оно не проходит конечно же обращайте на все состояние организма дальше да слишком темная моча конечно может говорить о каких-то патологиях организма тут опять таки вспоминаем про дневник про который мы говорили да идем к врачу это все обсуждаем вот в принципе если вы понимаете что это все таки связано с водой вам хотелось бы увеличить потребление воды то здесь простые способы утром мы начинаем всегда с теплой или горячей воды не важно сколько вы выпьете это будет полстакана стакан или несколько глотков просто дайте понять своему организму что вы хотите его этой водой запитать очень важно чтобы эта вода была теплая даже горячее будет хорошо холодная вода с утра будет ну практически гонять организм в такой некий ступор нам это не нужно поэтому начинаем с теплой воды можно носить с собой бутылку но не с целью а выпить эту всю бутылку да а просто в течение дня делать несколько готов глотков и ощущать как вы вот сейчас и в какой-то момент вы поймете что вы пропускаете момент когда ваш организм действительно хочет пить да то есть если вы сделали глоток и вам приятно то вы пьете дальше и вспоминаете состояние в котором вы пришли к этому да когда вам вот эта вода приятно лучше делать это заранее можно вот таким образом свой организм натренировать но если все-таки быть откровенным в основном особенно женщине после родов все-таки пить хочется больше гораздо это такая большая проблема ну это опять же работа нашего организма поэтому я думаю что с водой меньше всего проблем возникает да а вот что касается чая и кофе тоже сейчас достаточно популярная тема о том что в принципе чай и кофе никакой пользы для организма они несут и если даже там мама или там беременная женщина кофеман то лучше ограничивать употребление чая кофе и разносить как можно дальше с употреблением еды потому что если я не ошибаюсь и чай кофе тоже мешает усваивать правильно усваиваться витамином да есть в этом рациональное зерно ну знаете просто сейчас на самом деле на любое какое-то исследование есть исследование которое это опровергает да то есть я тоже с тобой кофе например а вообще удивительно что есть люди которым надо пить кофе вот и она будет очень благотворно пользу воздействовать на организм но опять же конечно же большинству из нас лучше бы избегать но это это вот либо переносить его на первую половину дня но повторюсь очень многим особенно же в мегаполисе конечно кофе было бы здорово отказаться это точно вот второй момент по поводу чая но опять же есть прекрасные вино это всегда должны быть при этом качественные напитки чай может приносить некую пользу это такое достаточно крутой атеоксидант но как вы правильно заметили его надо пить правильно его надо заваривать правильно это совсем не огромные там стаканы которые мы можем запивать после еды и прочего да то есть это такой же более какой-то осознанный подход должен быть и да действительно напитки которые содержат танины к ним относятся кофе и чай конечно они могут тормозить всасывание некоторых элементов ну самый такой яркий представителя которым практически каждого угла кричат это железо конечно а вот то есть если вы употребляете какие-то препараты то да лучше 3-4 часа разницу между ними иметь спасибо а что касается алкоголя может ли себе беременная женщина или кормящая мама позволить вот бокал например хорошего красного сухого вина о знаете у меня все время такие вопросы там ступор потому что мне кажется мне сразу хочется задать много вопросов как себя вам чувствует а как у нее дела с печенью покажите пожалуйста мне ее ногти покажите пожалуйста мне ее зрачки и прочее поэтому усредненный ответ для условно здоровой женщины да без каких-либо предпосылок так скажем хроническим заболеваниям конечно можно я бы не стала бы во время кормления употреблять алкоголь но опять-таки есть исследования которые говорят о том что алкоголя небольших количествах можно и в беременности и в кормлении но вот честно опять-таки это мой личный опыт мое личное мнение я бы не стала этого делать ну и собственно говоря я свою историю с алкоголем как раз таки завязала перед первой своей беременностью с тех пор я прекрасно существую уже 12 лет не употребляю алкоголь это но я абсолютно не страдаю не в компаниях не вечеринка просто долго кормил обоих детей и практически у меня не было возможности поэтому собственно говоря но опять же я повторюсь для условно здоровой женщины если очень ее хочется вы всегда выпиваете то вполне можно себе позволить но в этом мы с вами затрагивали тему о том что до сих пор вот популярна особенно среди врачей старой школы да история про то что значит мама должна себя вот кормящей ограничивать еде да ты приходишь к педиатру там ребеночка эритема обычная совершенно да а те педиатр так что-то мамаша вы там молока много пьете давайте убирайте молочку творог значит и следите за своим питанием ну мы с вами как бы пришли к выводу что это все устаревшие все таки взгляды но вот вопрос такой если например все равно какие-то продукты которые ну не рекомендуют употреблять беременной женщине кормящей женщине вот например говорят что сырые яйца могут представлять риск да из-за там всяких ну не известно да скажем что откуда эти яйца да качество продукта может быть морепродукты тоже суши роллы сыра рыба что там у нас еще входит вот в ограничение мягкие сыры обычно говорят там типа моцареллу тоже нельзя мед якобы нельзя вот это все тоже заблуждение или нет ну тут я рекомендую придерживаться какое-то ну здравого смысла да потому что до сырые яйца несут некий риск естественный причем вы же понимаете что не только для беременной женщины просто беременная женщина представляется более уязвимой в состоянии да это может отразиться ее недомогание каким-то образом может отразиться в том числе и на ребенке а вот поэтому ну не знаю если вы на берегу моря ну и очень хочется устриц то не вижу я каких-то проблем да если же вы глубинки россии где-то да в странном ресторане вам предлагают устрицы ну задайте вопрос откуда они вообще взяли а вот и то и наверное это повод предположить но опять же есть вирусы да которые придаются с устрицами опять таки взвести вот этот вот риск по поводу мягких сыров не вижу таких ограничений а вот ну то есть беременность важно держать себя в неких рамках да следить за белком жирами как я сказала за уровнем клетчатки вот если мы уже говорим о послеродовом периоде то конечно и например в нашем проекте мы не используем такие продукты и рекомендуем их все это те же самые молочные продукты мы не используем у нас нету сырых салатов например а те же самые яблоки сырые мы тоже не используем с чем это связано это как раз таки связано с тем что это идет к нам из традиционной китайской медицины и аюрведы женщина после родов теряет огромное количество тепла его как так есть такое понятие что организм женщины проникает холод и вот эти продукты они тоже обладают очень холодными свойствами и они собственно говоря ухудшают еще больше состояния мамы а вот это состояние ухудшается постепенно до холода у нас завладевает организмом помочь постепенно начинается все с пищеварительной системы когда могут эти вот незначительные симптомы которые мы обсуждали и потом это все идет дальше 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 и так мы доходим до нервной системы у нас появляется послеродовая депрессия до канальной системы мы доходим да то же самое либидо вспоминаем в начале разговора то есть вот эти продукты мы исключаем айгуль а если молочко подогреть можно его пить а это конечно такие хитрости потому что кроме холодных продуктов о которых мы только что проговорили есть и продукты которые обладают теплыми согревающими свойствами поэтому есть например на такое такой напиток золотое до молоко вот когда теплое молоко и в него добавляются специи а вот очень многие специи они обладают такими теплыми свойствами и в принципе да мы можем нейтрализовать вот этот холод который получаем от молока да так можно сделать опять же я знаю что кисломолочная продукция она ведь тоже достаточно полезна для пищеварительной системы может быть согревать просто подогревать вот эти же ряженьки простокваши я не знаю чтобы они не были мы конечно рекомендуем все таки кисломолочные продукты тоже исключать на первое время то есть это где-то месяц полтора это не так долго если после рота да да это мы говорим про после рота период таких ограничений нет а вот то есть соответственно это такой на самом деле очень важный момент вы затронули то а если говорить о том что мы передаем ребенку дальше что ребенок берет от родителей вот геном а ребенок берет от обоих родителей но это логично да а вот микробиом о котором сейчас очень много говорят ребенок получает уже от матери то есть уже есть исследование говорят о том что микробиом ребенка практически идентичен микробиому матери и поэтому наша задача перед зачатием во время беременности это настолько ну вот это те это то над чем можно заморочиться да так скажем не исключением цитрусовых дабы избежать и там или клубники чтобы избежать аллергии в будущем а вот именно адекватный наши микробиом организма мамы вот то есть об этом нужно думать беременность и ну тут много моментов да и не важно и клетчатка и нормальное состояние желудочно-кишечного тракта то есть в принципе вот такое функционирование его должно быть нормальным вот и в таком случае пару месяцев после родов там ну месяц-полтора да вполне можно прожить и без кисломолочных продуктов опять же продуктов которые могут нам предоставить те самые полезные бактерии о которых вы ну наверное да довекаете их достаточно много проблема в том что они тоже у нас под запретом да вот мы в нашем проекте уже второй год я мечтаю сделать такой отдела с ферментированными продуктами то есть та же самая квашеная капуста но я все боюсь что нас скидать помидорами потому что конечно к нашему меню периодически возникают вопросы вот ну вот до ферментированных мы добавили конечно квашеную капусту это такой очень классный продукт но да конечно все с такой опаской к нему относятся я даже я даже слышала что младенцам можно давать по капельке сока квашеной капусты для того чтобы ну скажем их пищеварительная система заселялась нужными бактериями вот кислотность имела правильно в общем я бы все таки младенцам до шести лет сделала упор на питание мамы на грудном да то есть на том чтобы проследить за микробиомом мамы во время беременности после родов то есть я бы сделала фокус на этом а вот потому что опять же как всегда у меня сразу куча вопросов как чувствовать себя ребенок как он родился и прочее то есть всем советовать я так не могу ну и в принципе в этом нет необходимости если мама вполне нормально поддерживать свой микробиом получается что первые пару месяцев значит помимо холодных продуктов вот лучше сырые овощи и зелень тоже ограничить и готовить на пару либо там в духовке да как то чтобы это имело теплый вид да ну смотрите тут как бы ну опять таки можно на это смотреть с двух сторон первая та же самая традиционная китайская медицина и аюрвета о которой мы уже говорили они тоже эти продукты большинство из них они относятся к холодным продуктам если смотреть уже с точки зрения современной науки то эти продукты достаточно сложно будут перевариваться нашим организмом наша пищеварительная система она ну только кажется что практически никак не затрагивается в беременности после родов на самом деле она точно так же переживает такие вот колоссальнейшие изменения то есть девять месяцев условно говоря наш кишечник печень там как-то двигаются подстраиваются а потом буквально за какое-то короткое время там день максимум ну два пусть будет до после родов он оказывается просто в этой огромной пустоте надо обратно как-то устроиться занять свежие места свое местечко да и начать функционировать уже в новом режиме конечно же наша задача помочь нашей пищеварительной системе поэтому а сырые овощи мы исключаем на месяц а то и больше и первую неделю после родов здорово питаться более такой легко осваиваемой едой те же самые супы пюре до таких хорошо разваренные каши а будут очень хорошо но мясо если вы готовите готовьте видели теле или каких-нибудь или котлет что-то такое более легкое или если вы тушите мясо то это будет такое длительное тушение когда-то вы практически будете проглатывать этот кусочек мяса без ну конечно жевать надо но сам факт я больше говорю сейчас о консистенции да а вот существует какой-то список таких вот продуктов которые помогают маме после рождения ребенка восстанавливаться например можете ли сказать так девчонки кто родил значит каждый день надо обязательно там три ореха там не знаю ложку меда и вот ну какие-то такие вещи чтобы мама вела чек-лист и и значит ага вот это я съела вот этот дым и мне значит лучше будет да конечно есть такой список он в принципе небольшой но самое первое это топленое масло топленое масло это там пришло из-за юрведы вообще прям чуть ли не большими чашками пьют после родов такое так называемое внутреннее промасливание когда вы промасливаете свой организм изнутри и практически помогаете ему легче запустить вот эту вот новую работу да в новом качестве вот масло топленое оно должно быть достаточно высокого качества об этом можно подумать уже можно его заранее натопить оно прекрасно хранится правильно приготовленное даже без холодильника рецепт у нас кстати есть в ленте можно его поискать поэтому да можно прямо помнить ложечку на завтрак на обед и на ужин можно съесть можно на нем готовить это прекрасное масло которого температура кипения горения достаточно высокая в отличие от других масел но не горит ну такое получается прекрасное блюдо восстанавливающие сразу и можно добавлять в каши например какие-то там в овощи топленое масло и масло ки это разные вещи а ну вообще я думаю что есть такая некая путаница масло ки пришло к нам из аюрведы топленое масло пришло к нам от наших бабушек на самом деле а и температура и время и процесс приготовления немножко отличается вот топленое масло которое делали наши бабушки а у него цель была все таки сохранить этот продукт на зиму ну и раньше не было холодильников только под пол да был в землянке топленое масло ки именно это такой уже более целебный продукт это достигается более низкими температурами приготовления процессом приготовления то есть такие небольшие отличия есть я конечно думаю что сейчас это все перемешалось и все одно и то же называют просто разными именами а вот поэтому айдуль если мама не употребляет молочные продукты по каким-то причинам там она вегетарианка или по своим личным или боится за ребенка топленое масло оно не представляет никакой угрозы потому что она перетоплено правильно но я например имею ввиду если мама боится за ну про аллергию что-то там смотрите если мама боится за аллергию да но при этом в анамнезе семьи этих аллергии нету то это масло в принципе практически безопасно если же есть доказанная аллергия у мамы или у ребенка тогда я бы этот продукт тоже исключила потому что мы не можем вы знаете вот есть истинная аллергия есть скрытая аллергия истинная аллергия это когда буквально от капли апельсинового сока вас ожидает от квинки то же самое мы имеем с топленым маслом ни один производитель не может гарантировать что какие-то микро частицы микро микро казеина или лактоза не попадут в эту топленую масло вот поэтому если это истинная аллергия то конечно его а если же это в качестве профилактики то топленое масло это наверное самый такой безопасный продукт так разобрали значит топленое масло следующее мы переходим есть такое прекрасное средство такой суперфуд послеродового восстановления это бульон вот об этом тоже задуматься очень заранее найти себе поставщиков хороших мяса и готовить костный бульон в чем вообще польза и вода в чем необходимость этого бульона на послеродов надо восстанавливать наши связки на суставы сухо ну и принципе есть организма понадобятся аминокислоты и вот этот бульон правильно приготовленный длительной варки из хороших продуктов он просто такой волшебный напиток который будет очень можно восстанавливать маму опять же рецепты всех видов бульонов у нас тоже есть в ленте можно их вполне найти и использовать следующий продукт который мы рекомендуем мамам иметь после родов это даже так скажем группа продуктов кроветворные продукты так скажем вот любые роды как как они проходили они всегда сопровождаются потери крови эту кровь нам нужно восстанавливать у нас есть три месяца на это да чтобы не оказаться хронической анемии вот но самый такой мощный кроветворный продукт который у нас тоже есть и мы его часто используем во многих блюдах это финики унаби вот финики их называют только потому что они похожи на финики вот это такое китайская ягода кустарник так скажем вот она как раз таки таким вот очень мощным кроветворным действием обладает здорово иметь ее можно добавлять в отвары можно добавлять в те же самые бульоны кстати когда варить и вы будете такой более полезный напиток получать вот ну и другие кроветворные продукты это и тот же самый кунжут например лучше если это будет черный это какие-то специи шафран например после родов очень хорошо а очень хорошо будет восстанавливать после родов корица она будет и стимулировать сокращение матки будет стимулировать в свою очередь выработку молока то есть вот такой вот небольшой списочек ну такой некий маст хэп да себе завести спасибо у нас не так много времени но я не могу не задать этот вопрос если можно коротенько может ли беременная женщина и кормящая мама придерживаться вегетарианской диеты если она вегетарианка или например если это верующий человек придерживаться поста ну смотрите по поводу верующего человека и поста это все таки другие взаимоотношения да это скорее вам нужно обратиться в церковь да ну к своему духовнику и дальше обсуждать насколько я знаю беременные кормящие они не постят но опять-таки это вопрос который надо решать уже непосредственно с вашим ну духовником или там у вас есть кто поддерживает вас вас в этой вере вот если говорить про вегетарианство такой очень сложный вопрос я сама вегетарианка со стажем и одна моя беременность прошла на вегетарианстве я могу сказать что такой момент я понимаю сколько сложно от этого отказаться у меня аргументов для того чтобы все переходите на мясную диету нету но очень важно следить за своим питанием следить за своим состоянием это вот достаточно такой важный момент да это можно это несет некие риски может быть а генетически предрасположено то есть есть люди которые действительно могут вполне нормально существовать на вегетарианском питании их организм таким образом работает он умеет переделывать жирные кислоты которые получают из растительной пищи уже в другие нужные нам формы этих жирных кислот вот поэтому вполне возможно что какая-то мама находясь на вегетарианском питании имеет те самые генетические корни вот особенно таких людей много в азии практически три четверти населения имеют вот эту вот предрасположенность африка 50 процентов но европе досталось порядка 15 процентов но полного из нас тоже туда попал опять видите да есть чек листы и даже сейчас в лабораториях те же ставок инвитра гематесте можно прийти издать минимальный анализ для вегетарианцев где покажет и уровень белка и уровень витамина b12 поэтому следите за собой да бывает просто кусочка дома вегетарианка но ее тянет на мясо и если организм ей подсказывает но такое же может случиться то не стоит наверное сильно переживать и стоит какое-то время позволить себе ну да употреблять мясо а потом вернется обратно в этом наверное нет никакой катастрофы нет просто здесь тоже все таки желательно поддержать свой организм потому что за годы такой диеты очень часто ферментативная система нашего организма тоже может измениться и тогда даже как бы мы не хотели это мясо но все таки будет достаточно сложно усваиваться организм нагружать то есть на это тоже стоит обращать внимание надо понимать какая кислотность желудочного сока это опять же наш анализ точно также покажет до низкое содержание общего белка всегда нам говорить о том что либо он не усваиваться либо его недостаточно но чаще всего все таки речь идет об неусвоение да при разумном питании а вот и тут тогда тоже может понадобиться какая-то поддержка иногда может быть достаточно просто заедать этот кусочек мяса лимонным соком или подольше мариновать его например ну в том же самом по лимоне или выпивать там ту же самую ложку яблочного уксуса перед едой ну конечно мы говорим о натурально ферментированным продукт так у нас оборвался прямой эфир чуть-чуть мы не успели хотя я очень следила за временем я хотела бы чтобы мы закончили эту тему тем более что вы знаете мы все равно будем по итогам эфира писать пост и включим поэтому хотелось бы по максимуму рассмотреть да да и гуля у нас просто закончился эфир давайте позволим себе завершить просто тему потому что все равно мы по итогам эфира пишем пост всегда и все что мы обсудили мы в нем отражали поэтому с вегетарианством мы в общем то разобрались да вот и коль уже мы снова с вами в эфире последний тогда вопрос если бы позволю задать по поводу диеты тех мам которые хотят сбросить лишний вес после родов вот должна ли мама считать калории вообще стоит ли это делать и например если мама очень сильно хочет похудеть то можно ли это сделать только с помощью дефицита калорий или вообще как бы диета это опасная штука нет диета это не опасная штука но диета которая основана на подсчете калорий да это опасная штука потому что калории мы можем считать совершенно по-разному я абсолютно не сторонник диеты с пониженным содержанием калорий ну и вообще вот этот подсчет калорий это такая достаточно нервная штука я бы сказал да она требует такого постоянного внимания постоянных каких-то запретов но очень часто она конечно может дать результат это будет на самом деле некое истощение организма и зачастую потом мы этот вес очень быстро возвращаем для мамы после родов для того чтобы похудеть первоочередной будет все-таки задача понять с чем связана вот эта вот невозможность прийти в норму ну первые пару месяцев мы в принципе на это не обращаем внимание наша задача это восполнить энергию восполнить ну вообще восстановить наш организм следующий этап когда вы уже начинаете задумываться о том что хотите вернуть свою форму надо понять в чем причина причин может быть очень много та же самая неправильная работа желудочно-кишечного тракта это могут быть какие-то гормональные нарушения это может быть огромное количество стресса который будет точно так же влиять да то есть поэтому к сожалению нету вообще нету четкой такой схемы как похудеть после родов вот и ну я не очень люблю такие вещи говорить но если вы видите меню где написано стройная мама и прочее ну лучше не поддаваться на эту провокацию а все-таки попытаться разобраться вот я здесь вижу вопрос как набрать как набрать вес наоборот это тоже такая достаточно сложная штука очень важно разобраться в том почему вы вес не набираете причем у меня есть клиенты которые трясутся за каждый килограмм которые там с трудом набирают каждый я понимаю что это достаточно сложно и болезненно для них тоже но всегда нужно выстроить питание правильно исходя из потребностей организма можно прийти к какому-то результату гораздо быстрее и с меньшей нервотрепкой чем посчитывая калории опять же я очень много сегодня рекламирую наш аккаунт но там просто кладезь полезной информации там точно так же есть пост о том почему калорийность не имеет значения и почему в принципе подсчитывать калории не очень даже об этом писали это интересно я обязательно прочитаю вам ссылочку договорились у меня личный вопрос а финики у наби их в сыром виде нельзя есть это я вот уже закупилась после эфира с Аленой Лебедевой у меня целый пакет а я думаю их все время надо есть нет можно в вашем состоянии пожалуйста вы ешьте беспокойно просто когда уже произойдет этот счастливый момент в отвары бульоны в каше например до лучших первое время есть в приготовленной они свои свойства от этого не потеряют не обсудили эту тему я не знаю были ли вопросы я не просматривала очень часто беспокоиться о том что если мы будем есть только приготовленную еду то мы не получим витаминов и прочего это тоже такой миф мы тоже об этом писали вот поэтому приглашаю вас на блог там очень много интересного вот то есть мы теряем только водорастворимые витамины ну основные потери конечно же витамина С а большинство микроэлементов они все остаются жирорастворимые витамины которые мега важны в период восстановления после руды и вообще в принципе они наоборот будут усваиваться привет классный очень и очень интересная информация но вот меня тут уже оккупировали дети да поэтому спасибо вам айгуль большое за эфир мы непременно сохраним все на нашем тюб канале и напишем совместно с айгуль пост по каждому вопросу еще раз пройдемся с ответом и надеемся да что это полезно будет информация еще приглашаем всех на страничку накормим маму потому что там очень много помимо там рецептов да и полезной информации которые мы и сегодня обсуждали тоже вопросы в том числе наверное там можно найти название вашей книги потому что интересовались вот люди где-то книгу как ее купить как она называется ну книгу можно купить в топ-линке это по-моему третья строка в нашем аккаунте да ее можно купить она только в электронном виде продаете я думаю что мы всем слушать даже сделать скидку на мою книгу например я готова подарить скидку на мою книгу прекрасно да можем тогда промокод да можем сделать давайте через час она начнет действовать вот так спасибо про это тоже обязательно расскажем после эфира еще раз я думаю заинтересует это классное предложение спасибо большое вы делили нам время этим утром хорошее настроение всем да кушайте правильно сохраняйте энергию восстанавливайте силы заботьтесь о себе всего вам доброго спасибо до свидания спасибо